Отыграли. Бумбокс отметил в Одессе десятилетие своей творческой деятельности. Во Дворце спорта музыканты провели уникальное лазерное шоу с видеосопровождением и, конечно же, слушатели услышали лучшие хиты группы. Юлия Федорова побывала на концерте и пообщалась с фронтменом группы Андреем Хлывнюком. Я не без игрок сам не хапаю, я вам хочу сказать. Это не академическая музыка, это не высшая ступень музыческого мистецства. Это просто в дворе играются дети, ну, не больше. Простые, открытые и честные группа Бумбокс отмечает свой юбилей грандиозным туром по самым крупным городам. Концерт в Одессе – финальная часть. Это масштабное лазерное шоу со спецэффектами и видеосопровождением. Бумбокс – это сплетение регги, джаза, хип-хопа, рок-н-ролла и соло. За 10 лет группа преодолела все внутренние кризисы и заняла отдельную нишу на украинской эстраде. Это мой учебник, просто у кого-то он паперовый, у кого-то на соцмережах, а у меня я выдаю альбомы. Это диалог, прежде всего, со мной. Они поют о любви. Андрей Хлывнюк не скрывает. Это чувство может возникнуть даже на пустом месте, в воображении. Почутствие закоханности может быть для всех женщин из земли. Або просто радость от того, что любовь вообще, как такая, существует. А ситуацию вы можете програти себе, просто поглядами зустрелившись с кем-то. Это подорож лиричного героя. Нехай он на 50% из мяса и кисток, а и 50% уява. Бумбокс приезжают в Одессу по несколько раз в год. И каждый такой концерт – событие. Для любого абсолютного возраста. И не важно, тебе 17 или, наверное, 35, все поймут, о чем они поют. Эти песни, мне кажут, допустим, в данном случае – это моя жизнь. В принципе, я не могу сказать, что мы сильно изменялись, кроме того, что стали на 10 роков старше. Так само, третьей ночью лаяемся десь в каких-то козырных картах на дорозе. Так что все это самое. Юлия Федорова, Валентин Мирза, Седьмой канал.